Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередной сырокопченый деликатес на канале. Отправляемся в прошлое. У меня за спиной находится рынок, на котором я вчера у мясника, у знакомого заказал мясо. Вообще, это очень классная штука, иметь знакомых мясников. Я везде стараюсь с ними познакомиться. В частности, можно брать не только на рынке по заказу. Я тут несколько раз в сетевом супермаркете. Заводил разговор с продавцом мясного отдела. Он меня запомнил и в результате теперь вот уже, наверное, два года я прихожу и могу у него что-то заказывать. И даже если не заказывать, если он не может какое-то мясо привезти, то иногда у меня, грубо говоря, из-под прилавка что-то достает. Ну, к примеру, лежит на прилавке уже такое заветрившееся мясо и нарезанное. А мне нужен там здоровенный кусок какой-нибудь. Я говорю, слушай, вот это не подходит. Может, что-то поищешь. Он идет в подсобку, оттуда притаскивает здоровенную полутушу и вырезает на то, что мне нужно. Вот такой вот блат. И вам советую то же самое делать. Пойдем уже готовить. Вот эту красоту сейчас и пущу в дело. Корейка будет бескостная, так что ребра и хребет надо отделить. Всего у меня получился кусочек на два с небольшим килограмма. Пасол смешанный, на первом этапе сухой. Берем соль поваренную, сахар и засолить. Старательно натираю с этих сторон и убираю в пакет. Просаливаться кусок будет двое суток в холодильнике. И вот теперь второй этап посола. Мокрый. Вот теперь используем нитритную соль. Но сначала надо сделать расчет рассола. Мне понадобится 500 граммов примерно. Соль нитритная. У меня с содержанием нитрита натрия полпроцента. Значит получается воды 431 грамм. Соли всего 69. Из них нитритные 50 грамм. И на поваренную приходится 19. Но это я по соли рассол приготовил. А кроме соли в него нужно добавить еще и сахар. Из расчета полпроцента к весу мяса. Так что добавляю и развешиваю. Но не в смысле к весу мяса, а всего к весу сырья. То есть и мясо, и сало понятно. Вот так. А теперь промытое мясо. Я это уже сделал за кадром. Остается залить рассолом. Отлично. И на сегодня труды закончены. Этому куску лежать в рассоле 5 суток при температуре 24 градуса. То есть в холодильнике. Ждем. У нас тут неожиданно потеплело. Практически лето. Видите, я разделся. Очередной этап. Совсем короткий. Вынуть корейку из рассола. Обсушить немного бумажными полотенцами. И в таком вот виде отправить обратно в холодильник на сутки. Все. А теперь копчение. Посмотрите, как выглядит корейка после выдержки в холодильнике без рассола. Поверхность как будто лаком покрыта. Блестит. При этом корейка вполне себе сухая. По ГОСТу промываю ее 15-20 минут. При температуре воды 20-25 градусов. Не пренебрегайте помывкой, установленной ГОСТом, и по времени, и по температуре. Иначе получите пересоленный продукт. Промываться будет под проточной водой. Ждем. Промывка закончена, но не надо отправлять коптиться мокрый продукт. Получите брак. Оставлю его на ветерке просушиваться. Так что опять перерыв. Прошло 2 часа. Корейка подсохла. Можно отправлять ее в коптильню. Температура настроена. Сейчас объем камеры равномерно прогреется, и все устаканится. Копчение по ГОСТу должно идти при 18-22 градусах по Цельсию 24-48 часов. Думаю, что моему куску в этой коптильне с этим количеством дыма 24 часов за глаза хватит. Копчение подошло к концу. И вот что у меня получилось. Цвет совсем легкий. Никакого кремирования этого куска не произошло. Вот знаете, что меня реально подбешивает? Это миллионы самодеятельных коптильщиков, которые доводят свое мясо до жуткой черноты, а потом восхищаются этой вонью. С таким же успехом можно было вот эти продукты все запихнуть в бочку с дегтем, сожрать и нестись срочно оплачивать койку в онкологии. Не должно быть у правильно копченого мяса никакой суперкоричневые. Ну, идите вы в магазин и посмотрите на цвет сырокопченого или вареного копченого бекона. Он практически отсутствует. Эта кухня не малярная мастерская, поэтому цвет легкий, аромат тонкий, а не вонь, которая даже наглухо с забитым насморком нос пробивает. Короче, продукт подкопчен, сейчас будет завяливаться. Температура 11 градусов, плюс-минус 1, влажность 75%, плюс-минус 5. Итак, готова эта корейка будет тогда, когда потеряет 18% веса. Встретимся уже на разрезании готового продукта. Корейка у меня провялилась, просолилась, и я ее запечатал в вакуум-пакет для того, чтобы все вкусы, все ароматы и, самое главное, влага внутри этого куска равномерно распределилась по всему его объему. Я оставил в холодильнике, думал на неделю, но чтобы докрутился с делами и заботами, и вспомнил аж через месяц. Так что сейчас все это равномерного аромата и, я надеюсь, вкуса. Ну и пора это чудо пробовать. Оно действительно чудо. Я старательно нарезал тонко, как видите, спонсорскими острыми ножами Самура серии Альфа. Тонко нарезанное, очень нежное мясо с чрезвычайно тонким ароматом дыма. Ой, просто какое-то чудо. Слушайте, очень тонкий, очень мягкий вкус. Не такой, какой бывает у бекона, сыр копченого, который вы можете купить в магазине. В беконе все-таки очень много сала. Сало вкусно, слов нет, но здесь вкус вот этого вот мяса. Этот кусочек с тоненькими-тоненькими прожилками сала. Вот посмотрите, видите, небольшие такие тоненькие прожилочки. Здесь их немного, этих прожилок сала, но они достаточны для того, чтобы сделать этот кусок более ароматным. Потому что именно жир в первую очередь удерживает все ароматы. Ну, вы знаете, большинство пряностей жирорастворимы. Просто чудо. Обалденное мясо. Просто обалденное. Корейка просто предназначена для того, чтобы ее сыровялить. Тем более, что для любителей сала здесь есть вот такая вот прослойка. Этого сала на внешней стороне. Шкурка, конечно, все равно, я думаю, жесткая. Да, она жесткая, ее не угрызешь. И выдерживая, не выдерживая с этой шкуркой этот кусок, ну, целый месяц у меня был, все равно ничего не изменится. Поэтому шкурочку надо отрезать. И с сыровяленным, пожалуй, продуктом сделать ее мягкой не получится. Но в остальном, слушайте, готовьте. Готовьте, это классно. Ммм. Я буду этим деликатесным мясом насаживаться очень-очень долго. На этом позвольте закончить. Спасибо за компанию. Спасибо, что смотрите. Вливайтесь в ряды домашних колбасников. Напоминаю, промокод Фреска позволит вам сэкономить. При повредении этих классных ножей Самура. Всем пока. Молодец какой-то. Молодец.